Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Республика» в студии Татьяны Трофимова. Главные новости страны Чувашии в материалах репортеров нашей программы. Смотрите сегодня. Опасность свыше, лед на крыше. Как жительнице Чебоксар удалось избежать столкновения с ледяной глыбой? Зараженных становится все больше. Кто поможет пережить ковид дома? Станки и компьютеры. Как машины перевернули мир искусства? Находиться на крыше опасно, но не менее опасно находиться и под ней. Сегодня в центре Чебоксар с одного из жилых домов упала глыба льда и чудом не убила мимо проходящую женщину. Репортер «Республики» Екатерина Никитко выясняла подробности произошедшего. Гуляя зимой по улице, мы часто смотрим вниз в надежде не подскользнуться и не переломать себе ноги, забывая о том, что опасность может быть совсем с другой стороны. Сегодня опасность в прямом смысле нависла над жительницей Чебоксар. В момент падения льда ей удалось отскочить в сторону. К счастью, обошлось без переломов и скорой помощи. Но испугаться успела не только женщина. В полуметре от нее все это произошло. Я, честно говоря, тоже был в шоке. Я теперь сейчас, когда иду, я просто боюсь ходить по центральной улице города. Сергей Пахомов стал очевидцем произошедшего. Он вызвал полицию и сообщил в редакцию национального телевидения «Чувашие». К слову, журналисты оказались оперативнее. Но спустя время полиция все же приехала. Правда, лед на крыше как до нашего приезда, так и после никто так и не убрал. Если говорить о сегодняшнем случае падения на леди, то она произошла с самовольно обустроенного балконового козырька. Одной из квартир. Представитель управляющей компании дома утверждает, что глыба льда упала с балкона жильцов. И в этом случае вины управляющей компании нет. Но, возможно, только пока. Страшно? Ну, вообще, да, страшно. Стремно особенно найти, если посмотреть. Страшновато. В голову зайдет и не заметишь. Это страшно, конечно. Но почему-то я, кстати, об этом сейчас не подумала. Я смотрю наверх, только когда иду впритык к дому. Страшно еще как. А куда деваться? Больше ты где не пройдешь. Сосульки с крыши дома уберут в ближайшее время, заверил представитель управляющей компании. А пока придется поднимать голову, чтобы от прогулки остались только хорошие впечатления. Екатерина Никитко, Георгий Кривошеин, Республика. Тотальный дистант. Вместе со школьниками за компьютеры сели и врачи. Уровень заболевания COVID-19 за последние дни ставит новые антирекорды. Только за последние сутки в Чувашии выявили 832 случая заражения коронавирусной инфекцией. В целях разгрузки поликлиник в больницах Республики работают колл-центры. Пациенты получили возможность вызвать врача, получить консультации и больничный лист, не выходя из дома. Здравствуйте. Центральная городская больница. Колл-центр, слушаю пост. Каждый день колл-центр Центральной городской больницы принимает около 5000 звонков. Более 500 из них от пациентов с явными симптомами COVID-19. Жалобы у нас сейчас пока только по поводу температуры. Температура, кашель, вызова больше принимаем. Пандемия и высокая заболеваемость вынудили больницу перейти на семидневный режим работы. Увеличилось количество мобильных бригад. Некоторые врачи проводят дистанционные консультации. Также временно приостановлено проведение диспансеризации, детских медосмотров и оказание плановой медицинской помощи взрослому населению в амбулаторных условиях. Буквально 2-3 дня увеличилось в 3-4 раза количество звонков. Пациенты беспокоятся. Увеличилось количество пациентов температурящих, вызовов на дому. Но поликлиника справляется. Нам в помощь пришли и волонтерские автомобили. Пациентам с температурой теперь не нужно посещать поликлинику. Стоять в очередях, чтобы получить консультацию или больничный лист. Достаточно позвонить на горячую линию. Любой звонок. Мы на любой звонок отвечаем. Да. Любой звонок. Несмотря на тяжелую эпид-обстановку, больницы справляются с нагрузкой и наплывом пациентов. Продолжается прием больных, осмотры и вакцинация. Каждый день на прививку от COVID-19 приходит около 200 человек. Кто вакцинировался или ревакцинировался, они переносят данное заболевание легче. И поэтому единственный способ защитить себя и своих близких – это своевременно вакцинироваться. Даже в условиях распространения инфекции у нас продолжается вакцинация. Омикрон отличается высокой степенью распространения. Но протекает гораздо легче дельта-штамма, отмечают врачи. При обнаружении симптомов волноваться не стоит. Стоит позвонить на горячую линию. Екатерина Никитко, Павел Иритков, Республика. В Чебоксарах повысят цены на проезд в общественном транспорте. Насколько сейчас решают специалисты. Стоимость озвучат в ближайшее время. Сегодня проезд в троллейбусе стоит 22 рубля по карте и 26 рублей наличными. В маршрутках и автобусах 23 рубля и 27 соответственно. Стоимость проезда, строительство школ, ремонт дорог, платные парковки на 40 вопросов журналистов и блогеров за один час ответил сити-менеджер Чебоксар на своей первой пресс-конференции. И еще 500 вопросов задали жители Чебоксар на портале «Открытый город». Проблемный надземный переход на Марпасадском шоссе возле предприятия «Керик» все еще планируют открыть в первой половине текущего года. При этом глава администрации города Денис Спирин отметил, что не он начинал его строить. Ведь изначально переход должны были сдать еще в 2014-м. 100% он технически завершен. На сегодня есть некие сложности в его легализации оформления документальной, но процесс идет. Зайдем в экспертизу. После экспертизы мы подадим документы в Минстрой Чувашской Республики для ввода в эксплуатацию данного объекта в строй. В первом полугодии мы постараемся это все сделать. Чебоксарские школы в 14-м микрорайоне Новом Городе и Акварели будут построены с привлечением федеральных средств. Ведется работа по заключению концессионных соглашений. На сегодня мы отобрали проекты, которые будут строиться по концессии с прошколой, которые будут строиться первые, вторые, третьи. Там идет конкурс. Исходя из победителей конкурса будет определена школа. На сегодня мы выделили школы Акварель, Радужный, 14-м микрорайон, Солнечный, Новый Город. Здесь была проблема формирования земельных участков. Земля принадлежала участникам, но администрация города свою задачу выполнила. Все земельные участки сформированы. Вопрос от журналистов прозвучал и про затянувшийся ремонт дороги по улице Гражданской. Она поедет не скоро, откровенно отметил Денис Спирин. Обещал, что к концу года. А граждан попросили запастись терпением и подготовиться к изменению маршрутов общественного транспорта. Будет изменение Гражданского кольца. Будут проблемы с выездом, потому что требуется изменение движения, требуется снятие грунта, там порядка метра. И троллейбусы не смогут двигаться. Поэтому в ближайшее время планируется по движению общественного транспорта. Часть линии троллейбусного управления уже занесла, поставила разворотный поворот. Сити-менеджер пригрозил автомобилистам, которые паркуются на газонах и детских площадках, рублем. В городе продолжат штрафовать нарушителей. В прошлом году за парковку в неположенных местах чебоксарцы пополнили казну города почти на 2 миллиона рублей. Сегодня глава Чувашии провел заседание Координационного совета по инвестиционной деятельности республики. Олег Николаев отметил, цитирую, «Любой вопрос, который поднимается предпринимательским сообществом, не просто заслуживает уважения, а требует глубочайшего погружения всех нас, чтобы изучить, понять проблемы и отреагировать». Конец цитаты. Какие вопросы обсудили на встрече и какие решения были приняты – далее. «Прилетая в Чувашию, ты начинаешь понимать, что ты прилетаешь к очень дружеским людям. Такое ощущение, что мы со всеми буквально очень давно знакомы». Инвестиционная привлекательность республики имеет колоссальное значение для ее развития. Это и повышение доходов населения, и качество их жизни. «Несколько лет подряд на это обращает внимание президент страны Владимир Владимирович Путин, что защита прав предпринимателей, создатель неблагоприятного делового кремита, инвестиционной привлекательности регионов является основополагающей составляющей развития экономики, развития темы поддержки предпринимательской активности, диверсификации экономики». Большое внимание на заседание уделили муниципалитетам, обсудили их специфику, уникальность, инвестиционный потенциал. «Соответственно, вот эту работу по инвестиционному развитию территории мы и проводили. Обозначили, что есть три, так называемые, инвестиционные меню, три направления в инвестиционном меню. Мы разбили условно по суммам инвестиций возможным. Это все, что до 50 миллионов рублей, от 50 до 200 и до 200. Какие есть меры поддержки, какие есть возможности». Обсудили на встрече и возможности развития Цивильского района. Его уникальное географическое расположение. Муниципалитет находится на пересечении федеральных трасс. «Очень удобное направление у нас запад-восток, север-юг. Прямо стыкуются на нашей территории. Поэтому мы в плане привлечения инвесторов проводим определенные работы по дорожной карте. В частности, сейчас разработан уже инвестиционный профиль в рамках пилотного проекта муниципалитетом, от которого мы ждем очень прорывных моментов». Итоги подвели, цели наметили. Осталось засучить рукава и приступить к работе. За прошедшие выходные на дорогах Чубаксар было выявлено более 130 нарушений правил дорожного движения. Так сообщает управление МВД по Чувашской республике. За 29 и 30 января сотрудниками госавтоинспекции Чубаксар были зафиксированы 133 нарушения на дорогах. К ответственности были привлечены лица, управляющие транспортом без водительского удостоверения. Задержаны водители в состоянии алкогольного опьянения. Также среди нарушителей любители перебегать дорогу в неположенном месте и водители, не уступающие дорогу пешеходам. «Также 96 пешеходов привлечены по части 1 статьи 1229 Кодекса об административных правонарушениях за переход дороги в неположенном месте. И 26 водителей привлечено по статье 1218 Кодекса об административных правонарушениях за то, что не уступили дорогу пешеходам, переходящим дорогу по пешеходному переходу. Уважаемые пешеходы, прежде чем перейти дорогу по пешеходному переходу, посмотрите по сторонам и убедитесь, что водитель вас видит и пропускает». Чувашскому государственному университету имени Ульянова в этом году исполнится 55 лет К этой дате и студенты, и преподаватели готовиться уже начали сейчас Вуз поставил перед собой немало целей Среди них выпуск памятного университетского значка, акция волонтеров 55 добрых дел, конкурс видеороликов Также будет издана монография, посвященная истории вуза К мероприятию организовали выставку плакатов «История и современность» Также подготовили фотозону с Ульяновым Говоря о развитии Чувашского госуниверситета, нельзя не коснуться недавнего послания Которое прозвучало из УЗ главы республики Олега Алексеевича Николаева И одно из его поручений, тезисов, которые были озвучены на прошлой неделе Звучало таким образом, что необходимо у нас в республике выстроить учебно-производственный класс Чувашский госуниверситет, по большому счету, выстроил вот эту уникальную связку Между предприятиями с одной стороны и школами с другой стороны В Чувашском государственном художественном музее открылась выставка печатной графики «Нижграф-2021» Среди работ произведения 32 художников из разных городов страны В чем уникальность выставки и какие техники использовали художники при создании картин Выяснила репортер Наталья Егорова Печатная графика – это своеобразный стиль искусства, который не распространен в Чувашии Во многом это связано с непростой технологией выполнения работ И необходимостью использования специального оборудования Поэтому одна из целей выставки – рассказать художникам республики О попыти нижегородских специалистов Здесь порядка 80 произведений графики в разных техниках Здесь есть афорт, сухая игла, акватинта Здесь есть линогравюру, тоже представлена литография Графика бесконечно разнообразная по технике исполнения Каждая работа – это соединение творческого замысла, таланта и профессионализма Многообразие стилей дает художникам простор для воображения Каждая техника имеет свою специфику Для литографии нужен афортный станок А для создания цветной линогравюры необходимо использовать несколько досок Изготовление одной такой картины занимает много времени и требует высокого мастерства Ведь гравюра не терпит ошибок Художник изначально должен знать, как в конечном итоге будет выглядеть его картина К примеру, для создания таких цветных картин необходимо было изготовить три доски и каждую окрасить в свой цвет При выполнении работ художники становятся и граверами, и печатниками Многие из них впервые попробовали себя в такой непростой технике Печатная графика позволяет тиражировать изображения То есть, с одной стороны, это уникальные рукотворные произведения Красочные пейзажи, автопортреты и глубокие сюжеты Посетить выставку и оценить произведения своими глазами можно до 27 марта Наталья Егорова, Георгий Кривошейн, Республика 119 лет прошло со дня рождения Татьяны Бурашниковой Известной под псевдонимом Таня Юн Первая чувашская киноактриса исполняла главные роли практически во всех фильмах студии Чувашкино Ее картины были широко известны как в Советском Союзе, так и за рубежом Вклад Тани Юн в развитие отечественного кинематографа трудно переоценить Актрису помнят и любят в Республике по сей день Однажды посетив театр, Татьяна полюбила его на всю жизнь Во время учебы в театральной студии девушку заметил режиссер Иаким Степанович Максимов-Кошкинский Который впоследствии стал ее мужем Совместно супруги 95 лет назад создали киностудию Чувашкино В своих фильмах супруги показали всему миру историю и быт чувашского народа В 20-х годах Европа, Америка, страны Ближнего Востока о чувашском народе узнали благодаря фильмам Максима Кошкинского и Тани Юн Такие фильмы были немые, но там когда смотришь, хотя и словые, но по губам можно догадаться, что актеры разговаривали на чувашском языке Таня Юн называли первой ласточкой чувашского кино Всего Татьяна снялась в семи картинах 28 января сотрудники киностудии Чувашкино совместно с Союзом кинематографистов Чувашии Почтили память актрисы и возложили цветы на ее могилу В Чуварском государственном театре оперы и балета завтра стартует фестиваль чувашской музыки Зрителей ждут спектакли и концерты на родном языке Организаторы обещают насыщенную культурную программу, раскрывающую традиции, историю и культуру чувашского народа Со второго по шестое, с второго у нас опера «Живармань» написал композитор Федор Васильев И третьего тоже тот же композитор, борец Арбеге, пятого опера «Нарспи» композитор Григорий Хирьбю Завершением праздника чувашской музыки станет торжественный гала-концерт Он состоится 6 февраля Это главные новости Чувашии на 1 февраля О ваших сообщайте по телефону редакции 8 926 21 5 21 21 Этот же номер во всех популярных мессенджерах На этом я, Татьяна Трофимова, с вами прощаюсь, увидимся завтра, до свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова